В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В местном отделении партии «Единая Россия» состоялся традиционный прием граждан. Мы считаем, что такое взаимоотношение между людьми и партией, оно дает свой результат. В Центральной Видновской библиотеке прошел творческий вечер, получивший название «Стихи из огня». Центр города, целится враг наш незримый, центр сердца пробит тем, кого я любила. На Тимоховском пруду кинотеатра «Искра» установили домик для уток. Весной, когда лед сходит, при установке более теплых погодных условий, мы устанавливаем домик. В местном отделении партии «Единая Россия» состоялся прием граждан. Посвящен он был самым разным житейским темам. Люди обращались по жилищным и социальным вопросам. Юлия Погосьян узнала, что беспокоит жителей нашего округа. В приемную «Единой России» Вероника Кирсанова обратилась с просьбой решения жилищно-коммунального вопроса. По семейным обстоятельствам женщине пришлось взять кредитов почти на миллион рублей. Вместе с тем, она долгое время не платила за услуги ЖКХ. Сумма накопилась приличная и в декабре 2021 года видновчанку признали банкротом. Займы списали сразу, а долг по кварплате нет. Теперь Вероника исправно оплачивает жировки, но долг продолжает числиться. Руководитель общественной приемной Александр Усков обещал ситуацию урегулировать. Я надеюсь, что в этот раз мне помогут. Потому что я уже обошла все возможные нитансы, которые только можно было обойти. Везде все обещали и ничего не сделали. Такие встречи с жителями в общественной приемной партии «Единая Россия» проходят каждую неделю. Люди обращаются с разными вопросами. Многие из них решаются на месте. Мы считаем, что такое взаимоотношение между людьми и партией, оно дает свой результат. Это доверие прежде всего, в том числе и власти. И вы знаете, что нашу партийную организацию возглавляет глава Ленинского городского округа Алексей Петрович Спаский. И работа общественной приемной напрямую связана в принципе с работой администрации. Среди членов фракции «Единая Россия» – депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, которые также принимают участие в общественных приемах. Сегодня на встрече присутствовала Ирина Архангельская. Мне больше всего был, конечно, интересен вопрос по социальным вопросам, так как это ближе к моей работе. И я веду со старшим поколением работу. И как раз пришла женщина, у которой вопрос был по пенсии, что я не доплачиваю определенную сумму. Мы разобрались с этим вопросом, позвонили в МФЦ, она сейчас встретится с начальником Николаем Васильевичем. И решили так, что если вопрос все-таки не решится, то она обязательно мне перезвонит. И мы еще и вопрос решим это с пенсионным. Записаться на прием несложно. Через сайт местного отделения «Единой России», непосредственно в офисе партии, по адресу улица Школьная, дом 17, или по телефону 8-498-547-14-71. Юлия Поготьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно-ЭтВ. В Центральной Видновской библиотеке прошел творческий вечер, получивший название «Стихи из огня». Так именуется и поэтический сборник, в который вошли произведения авторов из различных регионов России, Луганской и Донецкой народных республик. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Ровно год назад увидели свет книги, посвященные подвигу бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Автором вот этой идеи и этого проекта выступил Николай Федорович Иванов, председатель правления Союза писателей России, писатель и публицист, военный журналист, писатели со всей страны, из Донецка, из Луганской народной, объединились в одном творческом порыве. И буквально за небольшой короткий срок создали новую яркую страницу истории отечественной поэзии. Стихи из огня – название одного из сборников. Также решили назвать и «Поэтический вечер», который прошел в Центральной библиотеке. Это очень важное мероприятие. Мы должны поддерживать наших военных. Мы привезли как современные стихи, так и стихи, посвященные Великой Отечественной войне. А также будут исполнены и песни на эту тему. На поэтическом вечере выступили поэты, авторы-исполнители и музыкальные коллективы, представляющие различные муниципалитеты Подмосковья. «Понятна истина вдвойне, когда идешь по краю бритвы, лишь оказавшись на войне, я понял силу той молитвы». Центр города – целится враг наш незримый, центр сердца пробит тем, кого я любила. Не осталось эмоций, лишь время потери. Под облаками такими волнующими зыбкими. В этой небо влюбиться нам всем суждено. Идея организовать поэтический вечер появилась во время проведения мероприятий 16-го съезда Союза писателей России, которые прошли в Видном. «Время диктует нам говорить о том, что волнует людей, потому что человек, который держит в руках микрофон, это накладывает на него определенные обязательства. Всегда говорить о том, что мы должны быть все вместе, и только когда мы едины, мы непобедимы. Ну и, конечно, еще очень важно в наше время синтезировать улыбки людей». Все прозвучавшие в этот вечер стихи объединяет одно – гражданская позиция поэтов в отношении специальной военной операции на Украине. «Я глубоко лиричный поэт. Я пишу о любви, о весне, о счастье, о молодости, о мужчинах и женщинах, об отношениях. И только когда что-то трогает за сердце, мимо которого просто нельзя пройти, вот это просто выливается в такие горькие строки». Подготовка к поэтическому вечеру велась два месяца. Каждый исполнитель постарался сделать все, чтобы создать в зале особую атмосферу. «Подбираем под тематику, которая сегодня есть. Эту программу мы специально для вас готовили и думаю, что она должна вам понравиться. Жизнь у нас сейчас не очень легкая, не совсем веселая, поэтому нужно нести на собственном опыте, доводить поэзию, которая вечно». Еще одна причина, по которой этот вечер прошел именно здесь, состоит в том, что в прошлом году Союз писателей России присвоил видному звание «Литературный город России». Максим Козлов, Юлия Антонова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На Тимоховском пруду кинотеатра «Искра» установили домик для уток. Традиционно летний коттедж пернатых размещают на воде после того, как полностью растает лед. Такая небольшая площадка служит укрытием для птиц в плохую погоду или просто для кратковременного отдыха, а также может стать удобной для обустройства гнезд. В постройке, как правило, живет одно утиное семейство. Жители с удовольствием наблюдают за жизнью водоплавающих. Водоем в черте города – прекрасное место для прогулок. Детей, да и многих взрослых особенно привлекают его обитатели. Кормление уток на Тимоховском пруду – одно из любимых развлечений видновчан. Весной, когда лед сходит, при установке более теплых погодных условий, мы устанавливаем домик. А осенью, примерно в ноябре, где-то в конце октября, мы его убираем. Домик к новому сезону был приведен в порядок, отремонтирован и покрашен. Чтобы установить его, сотрудники МБУ благоустройства на лодке доплыли до середины пруда. Утиное жилище оборудовано специальными якорями, которые будут удерживать его на водной поверхности. Сейчас на Тимоховском пруду обитают более 20 уток разных видов. Домик простоит на водоеме до поздней осени. Приближается праздник Пасхи, и в Центральной библиотеке прошел мастер-класс, где юные жители города разрисовывали специальные камушки, напоминающие пасхальные яйца. Наша съемочная группа вдохновилась маленькими шедеврами. Что главное в работе с гуашью? Никогда не брать очень много. Обязательно на салфеточках нужно промакивать наши с вами кисточки. Синий, красный, зеленый, желтый. В преддверии Пасхи мальчишки и девчонки собрались на мастер-классе в Центральной библиотеке, чтобы научиться красиво смешивать цвета и аккуратно раскрашивать. Скоро юные помощники будут помогать своим мамам на кухне. Хочется как-то деток с детства приучать к тому, что это важный праздник, и чтобы они тоже вносили свой вклад. А теперь они умеют разрисовывать вот такие камушки, значит, они могут помочь мамам раскрашивать яички к празднику. Сегодня у ребят в руках специальные камушки, на которых легко и удобно рисовать. Секрет прост. Аккуратность, усердие и желание творить. Они более объемные, и можно их проворачивать. Они засыхают, можно переворачивать и снова рисовать. Многие из ребят и раньше помогали красить яйца на Пасху. Для них это традиция. Дети ждут праздник и радуются ему. Берем яйца, разукрашиваем, потом идем на Пасху и дарим всем куличи, а потом разбиваем яйца и едим. За почти час мастер-класса на свет появились настоящие произведения искусства. На очереди кулинарные шедевры. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин